Оценку эффективности проводят врачи различных специальностей. Это онкологи, это лучевые диагносты и, конечно же, патоморфологи. Давайте с вами посмотрим, как это взаимодействие выглядит на практике. В начале производится гистологическая верификация опухоли, ставится диагноз и дальше врач-онколог назначает лечение. В ходе неодевантной химиотерапии проводится и клиническая, и лучевая оценка эффективности проведения лечения. Производится оценка размера первичной опухоли и лимфатических узлов. Три раза. До начала лечения, в середине лечения. И в конце лечения. И как финальный завершающий этап производится морфологическая оценка уже в постоперационном препарате. Морфологи оценивают в сравнении с первичными данными, в сравнении с первичной клеточной плотностью. И в зависимости от того, как меняется клеточная плотность, оценивают степень лекарственного патоморфоза. В связи с этим важно определить, какую информацию мы, врачи лучевой диагностики, должны предоставить нашим коллегам-онкологам и патоморфологам, для того, чтобы они могли адекватно оценить степень лекарственного патоморфоза. Первое. Мы должны предоставить истинные размеры первичной опухли, потому что клинически не всегда возможно это определить. И дальнейшая эффективность оценивается по главному критерию по изменению размеров первичного очага. Также очень важно предоставить информацию о распространении, о наличии или отсутствии дополнительных фокусов, о мультифокальности, мультицентричности и, возможно, билатеральности. Также очень важна установка метки. Это важно для врачей-патоморфологов, так как в ходе неодевантной химиотерапии, когда достигается полный лекарственный патоморфоз, гистологически иногда даже нельзя определить ложе, где определялась опухоль. И поэтому очень важно установить метку в первичную опухоль и, если это возможно, также промеркровать дополнительные фокусы. Оценка лимфатических узлов. Важно предоставить адекватную информацию о состоянии всех регионарных лимфоузлов, так как это очень важный прогностический признак. И по возможности было бы очень хорошо, чтобы мы определили предикторы ответа опухоли на неодевантную химиотерапию. Лучевая оценка эффективности. Какие у нас с вами есть инструменты. Для этого используется мемографическое исследование, ультразвуковое и магнитно-резонансная томография. Все мы с вами знаем критерии РЕЦЕСТ, версии 1.1. Она оценивает эффективность по уменьшению размера первичной опухоли и метастатических лимфоузлов. В зависимости от этого различают 4 вида ответа на неодевантную химиотерапию. Полный регресс – это когда полностью происходит исчезновение первичной опухоли. Частичный регресс – уменьшение на 30% и более. Стабилизация, когда мы не видим никаких изменений. И прогрессирование процесса, когда несмотря на неодевантную химиотерапию, размеры опухоли увеличиваются. Есть небольшой нюанс в измерении. То, что первичную опухоль мы измеряем двухмерной плоскости. Это взаимоперпендикулярные линии. Либо можно оценивать эффективность по наибольшему диаметру. Есть небольшой нюанс. Метастатический лимфоузел мы оцениваем по короткой оси. Не по уменьшению длинной оси, а наименьший диаметр. Но под действием неодевантной химиотерапии в опухоли происходят и дистрофические, и некротические изменения, которые могут формировать остаточную ткань, не содержащую опухолевые клетки. Поэтому определение эффективности химиотерапии только на основании изменения размера опухолевого узла не всегда может быть обоснованным. Поэтому становится очевидным, что необходимы поиски новых дополнительных критериев. Современная маммография. Какую информацию мы с вами можем получить с помощью маммографии? В нашем арсенале сейчас есть цифровая маммография, томосинтез и контрастная маммография. По данным цифровой маммографии мы можем оценить эффективность только на основании уменьшения размеров опухолевого узла. И у цифровой стандартной маммографии есть ограничения. Это рентгеновская плотность. При высокой плотности мы не всегда можем четко увидеть контур, а следовательно и определить истинные размеры, и не можем всегда определить мультифокальность. На клиническом примере хорошо визуализируется первичная опухоль. Мы видим инвазию в примамарную клетчатку, мы видим подрастание кожи, и после проведения неодевантной химиотерапии полное исчезновение опухолевого узла. И благодаря метке, рентген-контрастной метке, мы можем с вами определить ложе опухоли. И, следовательно, наши коллеги-гистологи адекватно смогут оценить степень лекарственного патоморфоза. Томосинтез. Также оценка эффективности производится за счет уменьшения размеров опухолевого узла. Но для томосинтеза рентгеновская плотность железы не является препятствием. За счет того, что это как компьютерная томография, мы получаем много срезов, мы сможем с вами оценить истинные размеры опухоли. На клиническом примере обычная маммография и режим томосинтеза. Мы можем четко определить с вами контур опухоли, но даже в структуре хорошо видны микрокальцинаты. Контрастная маммография. Здесь мы можем оценить не только по динамике уменьшения размеров, но еще за счет уменьшения степени накопления контрастного препарата, а именно степени выскурализации опухоли. Как на данном примере, да, и для контрастной маммографии, также рентгеновская плотность не является препятствием. Вот на субтракционном снимке мы прекрасно видим с вами опухолевый узел, который активно накапливает контрастный препарат. Рентгеновская плотность не является препятствием для определения мультифокальности при контрастной маммографии. Соответственно, с помощью контрастного усиления мы оцениваем уменьшение размеров и уменьшение степени накопления контрастного вещества. Лимфатические узлы при мемографическом исследовании оцениваются частично. Мы с вами не волшебники, мы можем увидеть только то, что есть на снимке. Как мы все знаем, особенности выполнения мемографического исследования, не всегда лимфоузлы попадают в снимок. Поэтому я написала частичную визуализацию акселярных лимфоузлов и все-таки низкая специфичность при выявлении минимального метастатического поражения. Когда мы видим крупные гиперденсные лимфоузлы, когда они клинически пальпируются, то на мемографии мы, конечно, с вами поставим метастатическое поражение лимфоузла. Но именно микрометастазирование, когда есть маленький узелок только в кортикальном слое, мемография не даст нам здесь никакой дополнительной информации. Ультразвуковое исследование. В нашем арсенале Б-режим, доплеровские методики, соноэластография и контрастно усиленно ультразвуковое исследование. Б-режим позволяет только определить размер. Вот мы померили размер, определили динамику и парицист, определили эффект. И на этом все. Но мы можем с вами включить доплер, определить восклюризацию опухолевого узла и по уменьшению локусов кровотока в опухолевом узле также сделать вывод о эффективности неодевантной химиотерапии. То есть это может быть дополнительным критерием к уменьшению размера. Соноэластография, она определяет жесткость узла. И по уменьшению жесткости узла мы также можем судить об эффективности неодевантной химиотерапии. В нашем институте было проведено исследование, где мы решили посмотреть корреляцию уменьшения жесткости по соноэластографии и уменьшения клеточной плотности при патоморфологическом исследовании. Вошло в исследование 98 женщин, 294 исследования, потому что трехкратно проводилось до лечения в середине и после окончания лечения измерение показателей жесткости при компрессионной соноэластографии. И наши результаты. При первом исследовании 83% злокачественных опухолей имели 5-й эластотип, что характерно для злокачественных образований. В середине лечения жесткость снизилась до 4-го и 3-го эластотипа, а в конце лечения жесткость снизилась до нормальных значений. 55% – это второй эластотип, он характерен для доброкачественных образований или для нормальной ткани молочной железы. Также мы решили определить корреляцию жесткости и степени лекарственного патоморфоза. И как выяснилось, что те опухоли, которые ответили 5-й степенью лекарственного патоморфоза, где был полный ответ, до лечения были менее жесткими. Определялся третий эластотип. Это может быть прогностическим признаком. То есть если мы перед началом лечения определяем, что у данной опухоли третий эластотип, мы можем предположить, что она лучше ответит на проведение неодевантной химиотерапии. И только в этой группе в середине проведения лечения жесткость снизилась до нормальных значений, до 2-го эластотипа. Это также может быть прогностическим признаком, что если у нас в середине курса жесткость снижается до нормальных значений, значит в конце лечения будет полный патоморфоз. На выводах не буду останавливаться, я их все проговорила. И вот на клиническом примере мы видим, что уменьшается размер первичной опухоли и также уменьшаются показатели жесткости, как качественной, так и количественной. Коэффициент жесткости 7, 3 и в конце лечения 2, что соответствует нормальным показаниям ткани молочной железы. Контрастно усилено ультразвуковое исследование. Мы вводим эхоконтраст и благодаря этому мы можем определить специфику ангиогенеза опухоли и оценить ее перфузию. Все то же самое, что при магнитно-резонансной томографии. Перфузию мы можем определить с помощью графиков кинетической зависимости. Напомню вам, что первый график, зеленый цвет, характерен для доброкачественных образований. Второй, желтый, он пограничный, он может быть как при доброкачественных, так и при злокачественных образований. И третий график типично злокачественный, когда мы видим быстрое накопление контрастного вещества и дальнейшее вымывание. Соответственно, оценивать эффективность мы можем и по уменьшению контрастного усиления, и также по изменению типа кинетической кривой. На данном примере видно, что гиперваскулярное образование, хаотичные сосуды, размер 24 мм, не очень контрастный снимок, но вот такой тип кинетической кривой, третий тип, характерный для злокачественных образований. И в середине лечения размеры незначительно уменьшились, до 19 мм, но мы не видим уже патологической сосудистой сети, и видим, что кинетическая кривая характерна для доброкачественных образований. То есть в данном случае эхо-контрастирование позволило нам определить, что химиотерапия эффективна. То есть мы не видим патологической сосудистой сети. Лимфатические узлы, ультразвуковое исследование, наверное, единственное исследование, которое позволит нам оценить все группы лимфоузлов, акселярных, над и подключичных лимфоузлов. И именно при ультразвуковом исследовании мы можем выявить микрометастазы. Вот в картикальном слое, когда лимфоузел еще не поражен, и вот минимальный микрометастаз, около 4 мм, такой тип поражения мы можем выявить только при ультразвуковом исследовании. Желательно еще и в комбинации с сонной эластографией. Магнитно-резонансная томография. У нас есть с вами два инструмента. Это динамическое контрастное усиление и диффузионно-взвешенное изображение. Про контрастное усиление я повторяться не буду. Те же самые динамические кривые. Также можно оценивать уменьшение размера первичной опухоли, уменьшение контрастирования и изменение графической зависимости. Если до начала лечения третий тип кинетической кривой, уже в середине цикла мы видим изменение кинетической кривой на доброкачественный тип. Притормаживает немножко. Да, и если до этого я говорила, что мы оцениваем эффективность неодевантной химиотерапии по уменьшению размеров, уменьшению степени жесткости, уменьшению степени воскорролизации, то именно в отношении диффузии, именно увеличение коэффициента диффузии будет как признак эффективности неодевантной химиотерапии. Как уже говорилось много раз, в опухолевой ткани очень высокая клеточная плотность, соответственно, очень маленькие промежутки между этими клетками. Соответственно, диффузия протонов воды снижена. При эффективной неодевантной химиотерапии опухолевые клетки погибают, пространство увеличивается и увеличивается диффузия протонов воды. Соответственно, при повышении коэффициента диффузии мы будем понимать, что данная химиотерапия эффективна. Лимфатические узлы, магнитно-резонансная томография, она ограничена катушкой. Соответственно, как установлена катушка, то мы и увидим. И с помощью МРТ можем визуализировать только акселярные и парастернальные лимфоузлы. НАТ и подключичные недоступны при исследовании молочной железы. Ну и также низкая специфичность при выявлении минимального метастатического поражения. Если очевидные крупные лимфоузлы мы с вами, конечно же, определим с помощью магнитно-резонансной томографии, а именно минимальные, будет достаточно сложно дифференцировать. И в заключении, ожидаемый вывод, нет уникального метода исследования, который бы позволил ответить на все поставленные вопросы, поэтому нужно комбинировать. Итак, на вопрос оценки истинных размеров первичной опухоли нам поможет ответить УЗИ с эластографией, магнитно-резонансная томография с контрастным усилением, томосинтез и контрастная маммография. Оценка мультифокальности и мультицентричности – это МРТ с контрастированием, контрастная маммография. Установка метки может выполняться клинически, но лучше всего под визуальным контролем. Это можно сделать легко и просто с помощью маммографии и ультразвукового исследования. Оценка состояния лимфатических узлов – ну, наверное, вот здесь ультразвук решит все вопросы. Поэтому также можно, конечно, сочетать с эластографией. И большие перспективы в определении предикторов ответа опухоли на проводимое лечение имеют соноэластография и МРТ с диффузионно-звешенными изображениями, так как есть корреляция с клеточной плотностью, которая определяется при патоморфологическом исследовании. Спасибо большое.